Почти все эти ребята еще не родились, когда произошла трагедия в Хаджалы. Но это не мешает им выразить на бумаге свои искренние чувства поддержки и скорби за невинно убитых людей. Ярослав и Елена, конечно же, знают, что произошло в маленьком городке Азербайджана в конце февраля 1992 года. Да и тема разрушительной войны не чуждо молодым людям. Для своего рисунка в поддержку Хаджалы они решили использовать необычные краски аэрограф, из которого краска распыляется на холст. Я считаю, что нужно больше внимания положить к этому и действительно каждый год в память устраивать такие мероприятия. Нарисовали такую картину. Почему? Мы не хотели рисовать что-то с кровью, что-то очень страшное. Мы хотели как бы дань уважения погибшим отдать и напомнить об этих воспоминаниях. В то же самое время, что это несло как бы и передавало этот ужас, то есть и несло что-то прямо такого темного. Гюльсара и Атахан тоже еще не разделить в 92-м. Но трагедию в Хаджалы ребята переживают как личную, ведь она коснулась их народа. В их рисунке много деталей и художественных образов, которые ярко передают ужасы войны. У нас условно разделена картина на две части. В первой части все мирно, гармония, цветет, все расцветает. А во второй части уже все разрушенное. То есть, допустим, гранат у нас олицетворяет Азербайджан. Во второй части гранат поделен на части. То есть это Хаджалы, это кровь Хаджалинцев. То есть, каждый предмет, который изображен у нас в работе, имеет определенное значение, которое относится к войне, а в частности Хаджалы. К сожалению, трагедия в Хаджалы для кого-то стала явью. Насима Хабибулина 24 года назад потеряла в ту страшную ночь самых любимых мужчин, маленького сынишку и мужа. Малыш Сарван замерз в лесу, где прятался от солдат, а мужа Ильхама застрелили. Ну, говорят, время лещит, ну, время не лещит, потому что наши, это, как говорится, сколько хоть время пройдет, это бесполезно забывать, потому что наши раны в наших сердцах. Ярко и до слез трепетно изобразили ужасы войны художники и скульпторы. Выставка памяти Хаджалинской трагедии – это искреннее погружение творцов в события и их переживания, вылитые на холст. Телеведущий и бакинец Владислав Флерковский не мог пройти мимо такого события. Журналист проникнулся всей выставкой, но одну работу он выделил для себя особенно. Вот обратите внимание, покажите обрезать на работу, две фигурки. Вы смотрите, они стоят, в разные стороны смотрят, при этом смотрят в стороны, то есть они, по сути, смотрят во все четыре стороны, но они стоят на месте, им некуда идти. Мир сошел с ума, спастись негде. Вот я считаю, что это центральная работа вот на этой выставке, которую можно действительно в центре поставить. Война приводит вот к этому, к неопределенности, к безысходности, некуда идти. Пожилой мужчина и юная девочка. Вот что такое война, понимаете? И эта выставка напоминает еще и о том, что война – это то, что у нас внутри. Вот дети, дети рисуют танки и самолеты, потому что они родились, а война уже в них сидит. И кто-то из них уже способен взять в руки оружие. Вот это ужасно, вот это страшно. И вот эта выставка, вот таких выставок должно быть много. Вот таких вот работ, как эта, должно быть. Вот они должны стоять, ну, грубо говоря, вот на каждом углу каждого квартала, в каждом городе мира должны стоять вот такие вот фигурки. Советник губернатора Московской области по культуре и телеведущая Нармин Ширалиева уже не в первый раз принимает участие в компании «Справедливость Хаджалам» и всегда поражается тому, с какой любовью каждый год фонд Гейдара Алиева напоминает о трагедии и всегда представляет зрителям что-то новое. Это очень важно и сложно. В этот раз в выставках художников была презентация фильма, который невозможно смотреть без слез. Я это ощущение помню в другом месте Москвы. Это было, когда мы потом вышли, не могли общаться друг с другом, потому что, конечно, все были в слезах. Это доклады, это вот всякие такие правильные очень буклеты сделаны. То есть это громадная информационная работа. И именно она всегда как бы имеет такую художественную эмоциональную составляющую, потому что картина, будь это кинокартина или живописная, это всегда апелляция к эмоциональной составляющей. Вот это, мне кажется, принципиально важно, потому что ни один самый такой досконально и скрупулезно сделан информационный материал, он не заменит живого, художнического подхода. А тема, конечно, трагическая. И наша задача сегодня с гуманитарной точки зрения сделать все, чтобы такие страшные моменты не повторялись никогда. Анна Немалякина и Борис Гришин, информационный портал Москва-Баку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова